В московском экспоцентре состоялась юбилейная пятая выставка «Мото-весна». Вообще, она должна была отметить свою первую круглую дату в прошлом году. Но пандемия коронавируса внесла коррективы. Мероприятие отменили. Однако, по словам организаторов, эта пауза даже пошла на пользу. У нас было время подумать, время расставить все на места. И, собственно, теперь вы видите результат. Мы соединили несколько проектов в один. Теперь здесь больше техники, больше интересных людей, больше спикеров на наших многочисленных сценах. На экспозиции кастом-мотоцикла плоды трудов кастомайзеров сразу за два года. В этот раз организаторы объединили на 20 тысячах квадратных метров сразу три мероприятия. Помимо «Мото-весны» прошли выставки «Мотоспорт-экспо» и «Велокульт». Как можно догадаться из названий, вторая посвящена авто и мотоспорту, а третья – велосипедам. Насыщенная программа мероприятия включила премьеры новинок из мира двухколесной техники, выступления авто- и мотоспортсменов и конкурсы с призами. Так, например, департамент транспорта города Москвы разыграл среди посетителей новый мотоцикл. Не обошлось, разумеется, и без гонок. Мы проводим тест-драйвы техники. У нас сразу две велосипедные гонки. Как на шоссейных мотоциклах, так и на маунтенбайках. На территории экспоцентра, что абсолютно новое для этого выставочного комплекса, несмотря на его почтенный, солидный возраст. Пару лет назад ему стукнуло 60 лет. Поэтому мы стараемся сделать не просто выставку, не просто бизнес-событие, а именно какой-то фестиваль, открытие сезона для всех этих людей. Прошедшая выставка запомнится, помимо прочего, и благотворительным аукционом. Организаторы и спортсмены поддержали проект «Картинг без границ», благодаря которому люди с ограниченными возможностями могут обучаться, а затем и соревноваться в гонках на картах. Для того, чтобы популяризовать именно инвалидный вид спорта для инвалидов, мы будем проводить благотворительный аукцион. Известные российские авто- и мото-пилоты предоставили свои лоты. И все вырешенные деньги с этих лотов пойдут на постройку карт для людей с ограниченными возможностями. Праздник, ознаменовавший открытие мото-сезона, удался. Теперь любители двухколесной техники встретятся в экспо-центре в ноябре. Когда свои двери распахнет выставка, поехали! Напомним, что это новый формат проекта «Мотозима», который успешно опробовали в прошлом году. Редактор субтитров А.Семкин